Встреча министров пограничных государств Игоря Шуневича и Владимира Колокольцева началась с посещения священной земли исторической мекки Брещины, мемориала Брестской крепости-герой. После торжественной церемонии возложения венков и цветов к вечному огню представители Объединенной коллегии МВД союзного государства направились в Брестский областной исполнительный комитет для подписания межгосударственного соглашения о повышении эффективности взаимодействия в борьбе с преступностью. Этот шаг стал логическим продолжением сотрудничества правоохранителей ведомств России и Беларуси, а также своеобразным правовым фундаментом для партнерской работы двух государств. Мы сегодня подписали с нашим коллегой межгосударственное соглашение о повышении эффективности работы по борьбе с преступностью. Это соглашение нам позволит более упрощенно формулировать перед нашими подразделениями задачи, стоящие по борьбе с преступностью, более качественно решать вопросы. Само же соглашение содержит ряд положений, касающихся взаимодействия по различным сферам правоохранительной деятельности и по причине наиболее тяжких преступлений, по предотвращению их раскрытию, расследованию и так далее, начиная от международного терроризма, экстремизма, заканчивая преступлениями коррупционными, против жизни и здоровья, против экологической безопасности и так далее, и так далее. Рабочие совещания представителей МВД – пятое по счету в текущем году. Как и на предыдущих, так и в ходе сентябрьского заседания вопрос предупреждения пресечения преступлений в сфере автобизнеса был одним из главных. Прозрачность рубежей, а также активные интеграционные процессы в социально-экономической сфере двух стран делают пограничную зону притягательной для криминальных элементов и ОПГ. Именно поэтому консолидация усилий представителей Таможенного союза играет первую скрипку в стабилизации оперативной обстановки по линии преступлений в сфере автобизнеса. Прошедший год нашего взаимодействия с МВД Российской Федерации был ознаменован тем, что мы в практической плоскости решали вопросы, связанные с незаконными действиями в сфере автобизнеса. Были осуществлены ряд практических мероприятий, в том числе по сверке похищенных номерных знаков на территориях наших государств, по вычислению машин-двойников на территории России и Беларуси, угнанных как в странах Евросоюза, так и на территориях наших государств. Что касается криминального автобизнеса, есть положительные результаты. В частности, могу сказать, только в результате одной сверки имеющихся у нас базы данных по угнанному автотранспорту выявлено несколько сотен автомобилей-двойников. То есть в одном государстве, в частности Беларуси, они похищались, а в Российской Федерации они уже продолжали свою эксплуатацию у других граждан. Таким образом, только в результате одного мероприятия мы выявили сотни автомобилей, которые были похищены, тем самым установили их владельцев и сделали все для того, что предусмотрено правовыми нормами, а для того, чтобы вернуть их истинным владельцам. Главным результатом заседания Объединенной коллегии МВД Союзного государства стало подписание итоговых документов, в которых были определены задачи и основные направления работы правоохранительных ведомств России и Беларуси на следующий год.